Великое русское слово уже не спасет, о чем промолчал ректор МГУ Политика По советское пространство 9 июня 10-7 Великое русское слово уже не спасет, о чем промолчал ректор МГУ Стратегические задачи резко меняют на чиновничьи спектакли Реальная эффективность которых близка к нулю Илья Сергеев Комментарии в просмотрах 8319 Фото mfvrs.org Последний лицемер согласится, что Украина сегодня Главная русская боль Можно демонстративно игнорировать Зеленского и бесконечно шутить по поводу ржавой трубы Но придется ответить, как мы потеряли эту страну Как случилось, что до 70% личного состава в суе нацистских батальонов Пятый год убивающих Донбасс Составляют полностью русскоязычные контрактники и добровольцы А точно такие же говорящие по-русски украинские инженеры разрабатывают новые ракеты Способные долететь до Москвы Точка сначала будут воспоминания Перенесемся на полтора десятилетия назад в Днепропетровск Этот город в страшном сне не мог представить, что его гордо имя обрежут до Днепра Хотя уже тогда юго-восток Украины активно окучивали западные пропагандистские группы Втолковывали в мозг всю прелесть Евросоюза и ужас имперской Москвы Процесс возглавлял Александр Квасневский, только что покинувший кресло президента Польши Итак, прямой эфир, большая пресс-конференция Местная публика размякла, словно галушка в вожделенном евроборще Но вдруг один журналист задал странный вопрос Пан Квасневский, вы твердите, нам надо идти к вам А я на вскидку назову десятки известных украинцев Достигших высшего могущества в Российской империи и Советском Союзе Причем во всех областях государственном управлении Армии, науке, культуре Между тем, половина нынешней украинской территории от Львова до Киева Четыре столетия подряд находились под властью Речи Посполитой Украина уже не поверят, что Россия для нее не враг А сестра родная антироссийские настроения в незалежной становятся крепче с каждым днем Экс-президент заметался, жевал губами, пытался отвечать Мол, в будущем все станет не так Устроители пресс-конференции делали страшные лица и звали охрану Журналист не унимался Вот есть в России Московский государственный университет Ректор настоящий, стопроцентный украинец Скажите честно, лично вы можете представить себе этнического украинца ректором Варшавского университета? Начался скандал Квасневского убили на фуршет Возмутителя спокойствия вытолкали на ночную улицу Тогда заслава не убивали, проломленные черепа ждут Днепропетровск впереди Ну а что директора МГУ Виктор Антонович Садовничий действительно родился на Харьковщине, в селе Краснопавловка Белые хаты, вишневые сады, река Орелька и железнодорожный полустанок, где трудился отец, а мама крестьянствовала Хлопцем-подростком Витя Садовничий подрабатывал на сельской кузнице Еще прославился тем, что смог перечитать всю школьную библиотеку Немцы чудом не успели сжечь школу, единственную целую по округе Потом Донбасс, угольная горловка, тяжкий труд крепильщика на шахте комсомолец Важный этап, чтобы в 1958 году парень с украинского села приехал в столицу и поступил на механико-математический факультет Московского университета Сейчас даже россиянам трудно представить, как из шахты попасть в МГУ Тем более непостижимо для украинцев и поляков Социальный лифт не просто заржавел, он свалился в самую глубокую, безнадежную лаву Этот союз рвался в небо и остро нуждался в математических талантах Результаты научных исследований Садовничьего использовались при освоении космоса Он занимался обработкой космической информации проблемами математической физики Именно за работы по динамической имитации и управлению движением космического корабля ученый удостоен государственной премии СССР Ректором Московского университета Виктор Антонович стал в 1992-м На посту до сих пор, причем один из немногих, кто пользуется непререкаемым авторитетом от академического сообщества до последнего студиоза Есть университетский апокриф, чтобы простили проваленную сессию Надо одеть рубаху-вышванку и спеть в ректорате украинскую песню Сотни тысяч питомцев МГУ разлетелись по всему миру, сохранив в сердце любовь к Москве и России Вот неоценимый, по-настоящему реальный вклад в построение русского мира Потому народ искренне обрадовался, увидев ректора в президиуме Ливадийского форума Многие надеялись, что с ним начнется большое и, главное, конкретное дело Но в основе Петербургского международного экономического форума буквально задавил медиа информацию о ВИИ Международном гуманитарном Ливадийском форуме, проходившем на неделе в Ялте Точнее, 4 июня в Ялтинском киноконцертном зале юбилейной состоялось торжественное открытие 13. Международного фестиваля «Великое русское слово» Тогда же начались секционные заседания в Ливадийском и Воронцовском дворцах, в доме музея А.П.Чехова На следующий день шикарная южнобережная гостиница Сбербанка «Мрайя Резорт и Спа» приняла участников пленарного заседания Ливадийского форума Нынешним летом фестиваль «Великое русское слово» состоится уже в 13-й раз При Украине люди собирались в Крыму, чтобы отстоять свое право на родную речь Мотивация была сверхвысокой, однако после победы Крымской весны и возвращения в Россию Проблема защиты русского языка для крымчан сошла на нет Мероприятие в Ялте откровенно деградировало Решение республиканских властей трансформировать его в Ливадийский форум помогало мало И совсем по-другому жизнь пошла, когда форум взяла под собственный патронат Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Скажем откровенно, в июньскую Ялту едут на Матвиенко Близость к телу решает массу вопросов Продвижение русского языка в мире и укрепление связей с соотечественниками теперь ее тема Глава Республики Аксенов и спикер Госсовета Константинов стоят по струнке, получая похвалы новой хозяйки Организаторы отчитываются, одних только иностранных гостей на форуме более 170 человек из 56 стран гораздо больше, чем в прежние годы Заезд участников начался в конце мая Приятно на недельку остановиться в здравницах Юбк, когда вода на пляже плюс 22 Мы хотим не просто поговорить о значении русского языка, а максимально задействовать активные формы вовлечения участников Говорит первый зампред регламентного комитета СФ Любовь Глебова А участники просто замечательные из Уругвая, Португалии, Франции, Бельгии, Словакии, Колумбии На фото, ректор МГУ Виктор Садовничий, фото, автора Единственное, о чем не сказал Украина, боль и кровь и войны, где одни носители русского языка убивают других, точно таких же русских Нация вцепилась в горло друг другу, и что можно сказать, когда нет решения на самом верху? Продолжается время пустых слов, хотя всем понятно, что выход один Если украинцы не станут опорой и мощью России, как было много веков подряд, они превратятся в ее врагов Это тоже случалось А пока на поля Петербургского международного экономического форума вышла глава рассотрудничества Леонора Митрофанова Типа отметила 220-летие со дня рождения Александра Пушкина Сейчас только вернулась с Ливадийского форума, где одной из секций как раз было читаем Пушкина Это было потроскидистым деревом в Ялте и собрало огромное количество местного населения, рассказала милая дама Слов нет, Пушкин потроскидистым деревом наше все Митрофанова поразила крымскую публику, заявив, что самым эффективным инструментом продвижения русского языка за рубежом становится движение русофонов Оказывается, русофония представляет более обширные возможности для сотрудничества с партнерами, чем русофилия По словам Леонора Валентиновны, функции координатора движения русофонов может взять на себя рассотрудничество Только не трогайте ведомство, оставьте прежние полномочия Еще один памятный штрих из недавнего украинского прошлого Российский центр науки и культуры, РЦНК, в Киеве, он же представительство рассотрудничества в Украине В случае во Львове, действительно ли Сталин и Гитлер лично встречались перед войной, о чем не говорится в опубликованном секретном протоколе пакта Молотова-Риббентропа Точно так же действовал чрезвычайный и полномочный посол РФ на Украине Виктор Черномырдин Киев до сих пор помнит огромные, лукуловские приемы на День России В посольстве опивалась и объедалась элитными разносолами толпа политической мрази, вплоть до бойцов откровенного неонациста Корчинского, лично казнившего русских солдат в Чечне Черномырдин был очень приятной фигурой Он устраивал грандиозные попойки, по высокому классу, вспоминает пан Корчинский Москва тоже любит вспоминать веселые поговорки Черномырдинки Но почему-то напрочь забылась его программная концепция Достаточно заниматься украинской экономикой, чтобы мы смогли решить тут все политические проблемы А русские общественные организации Украины при таком раскладе не нужны в принципе Наоборот, только мешают установлению вожделенного экономического контроля Посол Зурабов продолжил тему Результат известен, вплоть до Евромайдана Сумы границы с Россией Теперь на Сумщине десяток полевых лагерей для юных бандеровцев Средств достаточно, подрастающих наций воспитывает правый сектор К концу 90-х только в одном Киеве действовало больше десятка мощных отрядов православных скаутов Активно сотрудничавших с российским Орюр Уже в 2005-м не осталось ни одного Как раз тогда на Украину со стратегической миссией приехал Александр Квасневский Слишком многозначительное совпадение Новости России Медики предостерегли принимать успокоительные перед ЕГЭ 17 ноября 2014 года Верховный суд РФ признал экстремистской деятельностью Украинской повстанческой армии, правого сектора, УНА-УНСА и Трезуба им Степана Бандеры, Организации Братства Их деятельность на территории России запрещена Их деятельность на территории России